Приветствую друзья! На связи Андрей Жариков. Похоже, что дело Марка Скотта, который обвиняется в отмывании денег для компании OneCoin, подходит к логическому завершению. Для тех, кто не в курсе, поясню. Марк Скотт это американский юрист, который обвиняется в банковском мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах для компании OneCoin. Марк Скотт был арестован в 2018 году. С тех пор шло следствие, шел судебный процесс. На этом судебном процессе в качестве ключевого свидетеля выступал Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, основателя компании OneCoin. Ну и похоже, что уже скоро, в октябре месяце, будет вынесен окончательный вердикт. И вот как раз нам наверняка будет интересно ознакомиться с материалами на данный момент. Сейчас вы видите большой документ, опубликованный прокуратурой Южного округа Нью-Йорк. Это видно в правом верхнем углу в шапке документа. Министерство юстиции США, Южный округ Нью-Йорка. Документ достаточно свежий. Это 31 августа 2020 года, то есть буквально полторы недели назад. Документ обращен как раз к судье Эдгарда Рамусу, который ведет дело Марка Скотта. Вот здесь написано именно, что это дело Соединенные Штаты против Марка Скотта. И дальше идет, собственно, текст обращения. То есть это обращение прокурора Одри Штраус, который выступает в качестве обвинителя по делу Марка Скотта. И дальше уже идет текст обвинения. Понятно, что весь документ на английском языке. Я перевел некоторые ключевые моменты из данного документа. Как следует из показаний в суде, с сентября 2015 года до приблизительно сентября 2018 года, обвиняемый вступил в сговор с Ружей Игнатовой и другими лицами с целью отмывания примерно 392 миллионов 940 тысяч долларов доходов, полученных от банковского мошенничества с использованием предполагаемой криптовалюты, известной под названием Ванкоин. Ружей Игнатова была одним из учредителей Ванкоин. Скотт – гражданин США и адвокат, нанятый на соответствующий период времени в качестве партнера международной юридической фирмы, которая организовала и управляет рядом инвестиционных фондов, известных как Финира Фанс, которые он использовал для отмывания доходов от мошенничества Ванкоин. Как показано в ходе судебного разбирательства и в прилагаемых показаниях под присягой старшего сотрудника финансовой разведки Розалинт Октобер, Скотт использовал международную сеть банковских счетов, включая собственные счета, для отмывания приблизительно 392 миллионов 940 тысяч долларов для Ружей Игнатовой. В частности, после знакомства с Ружей Игнатовой в сентябре 2015 года, в течение нескольких месяцев, Скотт создал несколько подставных инвестиционных фондов. Среди прочего, Скотт создал компанию MSS International Consultants BVI LTD, которая управляла фондом, зарегистрированным в британских Виргинских островах GX2701. MSS International Consultants LTD, в свою очередь, владела и управляла несколькими подставными инвестиционными фондами, которые использовались для отмывания доходов Ванкоин, в том числе следующие инвестиционные фонды. Finira Equity Investments LP, Finira Equity Investments 2 LP и Finira Financial Switzerland LP, каждый из которых являлся фондом, зарегистрированным и на британских Виргинских островах. MSS International Consultants LTD также владел и управлял Finira Equity Investments 1 LP, инвестиционный фонд, организованный на Каймановых островах. Как я сказал, документ, документ поданный, как я сказал, документ, посланный судье Рамосу, очень длинный, на 165 страницах. Как я сказал, документ, посланный судье Рамосу, достаточно длинный. Вот как подвел итог данного документа один британский журналист. Я зачитываю перевод. В понедельник прокурор Южного округа Нью-Йорка обратился к суде окружного суда США, ответственному за вынесение приговора Марку Скотту, осужденному в ноябре прошлого года, с просьбой вынести решение о конфискации денег. В период с 2015 по 2018 год Скотт создал сеть подставных инвестиционных фондов для Ван Коин, через которые он отмыл в общей сложности 392 миллиона 940 тысяч долларов. Снова фигурирует эта сумма, сумму, которую сейчас пытается взыскать Минью США. Эти фонды получили средства от ряда подставных корпораций, якобы инвесторов, которые на самом деле были связаны с Ван Коин. Затем деньги были переведены в виде кредитов или транзакций на банковские счета, некоторые из которых были связаны непосредственно с основателем Ван Коин Ружей Игнатовой, исчезнувшей в конце 2017 года. В качестве комиссии Скотт перечислил себе 50 миллионов долларов. Это была его комиссия за оказанные услуги по отмыванию денег. Ранее американские прокуроры подсчитали, что Ван Коин удалось привлечь в свою криптовалютную аферу более 4 миллиардов долларов, что сделало ее одной из крупнейших финансовых пирамид. В прошлом году Скотт был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. В понедельник Минюст хочет заморозить активы Скотта до тех пор, пока он не конфискует почти 400 миллионов долларов, которые он отмыл для Ван Коин. Если суд вынесет соответствующее решение, правительство США сможет конфисковать средства и активы, а также любое другое имущество, которым владеет Скотт, до тех пор, пока эта сумма не будет выплачена. Конфискованное имущество будет включать несколько вилл на берегу моря, спортивные автомобили, ювелирные изделия, часы и яхту, которые он приобрел за счет средств, полученных от Ван Коин. Также Скотт потеряет контроль над банковскими счетами, которые он использовал для отмывания средств Ван Коин. Скотту грозит тюремный срок до 50 лет. Приговор будет вынесен 9 октября. Давайте я прокручу данный документ, там есть интересные вещи, есть на что посмотреть. Итак, вот мы крутим. Здесь идет текст обращения, собственно, прокурора к судье Рамосу. Высказывается суть обвинения против Марка Скотта. Значит, здесь, например, перечисляются средства, находящиеся на банковских счетах Марка Скотта. Вот здесь написано, допустим, 102 тысячи долларов, 2 миллиона 6 тысяч, 160 тысяч долларов. И вот здесь еще на другом счете 236 тысяч долларов. То есть все вот эти банковские операции, все внимательно было зафиксировано и отслежено. Вот как раз здесь вы видите имя. Это прокурор по Южному округу Нью-Йорка Одри Штраус. Так, это было непосредственно заявление от прокурора, а дальше пошли приложения. Почему документ такой длинный, 165 страниц? То есть само заявление-то оно на нескольких страницах. А дальше идут именно уже конкретно приложения со всеми там пояснениями, раскладами. Вон здесь огромное количество информации по банковским счетам. Вот обратите внимание, что счет такой-то, где, какой компании этот счет принадлежал. То есть тут просто огромное количество. Вот здесь интересно, я обратил внимание, какой-то упоминается номер счета вот такой-то, открытый на имя Марка Скотта и Лидии Колесниковой. То есть здесь русская фамилия получается. Здесь упоминаются его счета и его имущество. Вот, например, яхта. Яхта Sunseeker называется. Это то имущество, которое у него было арестовано. Причем тут настолько досконально все перечислено. Например, термометр, видите. Термометр, модель такая. Гигрометр, модель такая-то. Настенные часы. Значит, кольцо. Кольцо с камнем. Перечисляется имущество, счета. Даже вот здесь оружие, например. Вот как раз известный Desert Eagle. Пустынный орел. Пистолет известный. Сумка, например. Сумка. Так. Ну, я хотел не это показать. Там как раз дальше будет интереснее. Там будет, собственно, схема. Сейчас это мы прокручиваем. Вот, кстати, опять Лидия Колесникова. Дело в том, что на фотографиях фигурирует на некоторых сам Марк Скотт и его то ли жена, то ли сожительница. И вроде бы как она русскоговорящая. Потому что на суде там упоминалось, что при обысках был найден ее мобильный телефон, где, собственно, была переписка на русском языке. И как раз вот этот момент всплывал. Может быть, Лидия Колесникова это и есть. Как я уже сказал в начале, судебная машина США работает медленно, но неотвратимо. Да, вот как раз еще раз это получается. Расписаны какие суммы на каких банковских счетах. Номера. Трейсинг. Да, вот как раз отслеживается. Вот здесь, например, трейсинг from OneCoin related accounts. Переводы именно со счетов, относящихся к OneCoin. Например, 16 миллионов долларов там с половиной. 2 миллиона 429 тысяч евро. 19 миллионов долларов там с копейками. Да, 7 миллионов долларов. Тут 390 тысяч долларов. Ну, как видите, суммы такие немаленькие, да. Сотни тысяч, миллионы. Вот. Все, все зафиксировано. Так, вот в этой таблице указано конфискованное имущество. Например, яхта 2017 года. Sunseeker Predator. Значит, указано, какого числа она была конфискована. Это было 4 сентября 2018 года. Дальше. Автомобили белой Porsche, красный Porsche, белый Porsche и серый Porsche. Явно, Марк Скотт испытывает тягу именно к данной модели. Правда, вот здесь вот есть пояснение, интересное примечание, что вот эта машина, белый Porsche, она не конфискована. И вот здесь написано, not subject to seizure warrant. То есть, типа, не подлежит изъятию по какой-то причине. Не знаю. Дальше здесь упоминается конфискованное еще кольцо с бриллиантом. Вон, Diamond Ring. И барометр. Не знаю, чем этот барометр ценен, что он так отдельно перечисляется. Вот здесь еще какие-то часы. Термометр, гигрометр. Вот. А это уже как раз недвижимость. То есть, вот эти все дома, дома как раз и подлежат конфискации. Интересно, что в одном из документов упоминалось, что Марк Скотт хвастался, что он к 50 годам заработал 50 миллионов долларов. Комиссию с отмытых 400 миллионов. Он поимел свою комиссию и наварил с этого 50 миллионов. И, как мы видим, наверное, думал, что жизнь удалась. Классно. Все. Я мультимиллионер. Накупил себе недвижимости, домов, несколько автомобилей. Яхту себе прикупил, кольцо с бриллиантом. Все. Свободная же страна. Что вы хотите? Наверное, думал, что он такой крутой перец, что все. Америка это действительно, как многие говорят, это классная страна. Если ты умеешь крутиться, если ты умеешь вертеться, то вот все. Жизнь для тебя удалась. Ну, сейчас, как мы видим, уже два года, получается, идет следствие. И, похоже, что в октябре как раз будет вынесен приговор, как мы читали. Во-первых, все, что Марк Скотт там себе накупил, он рискует потерять, потому что это будет все конфисковано и продано в качестве как раз компенсации. То есть, как мы видим, прокурор требует, чтобы с него изъяли из его имущества 400 миллионов долларов. Нормально, да? Заработал он 50 лямов, а требует с него уже 400. Вот так, ребята. Суровая американская фемида. А вы что хотели? Так. Крутим, крутим дальше. Да, вот здесь вот идет раздел, где непосредственно даются показания. Просто обратите внимание, насколько все скурпулезно подшито. Вот прямо все показания, которые звучали в суде, вот все здесь внесено в этот документ. Как я сказал, почему документ большой-то получился? Да потому что все, все записано практически, вот все дело, все дело в одном документе. Ну вот. Тут, по большому счету, я вот так это пролистывал. Тут реально фильм можно снимать. Смотрели же наверняка американские какие-то фильмы, где вот идут судебные процессы. И действительно интересно, ну, посмотреть вот эту битву между прокурором, адвокатом. Каждый приводит какие-то свои доказательства, аргументы, показания свидетелей и так далее. То есть вот тут такая нешуточная битва разгорается. И, опять же, некоторые умники, которые там говорят, а это, наверное, там, Марка Скотта несправедливо обвинили. Ребята, как вы думаете, человек, заработавший в кавычках 50 миллионов долларов, может нанять хороших адвокатов в США? Хорошие адвокаты дорого стоят, но если у тебя 50 лямов зеленых, ты можешь нанять хороших адвокатов? Ты можешь нанять лучших адвокатов с такими деньгами? Ну и что? Похоже, что даже лучшие адвокаты США Марку Скотту не сильно помогли. Вот и все. Так, и вот как раз мне понравилась вот эта схема. Смотрите, то есть это буквально вот вся информация по имуществу Марка Скотта сведена вот в такую таблицу, когда, какие переводы... Сейчас я немножко увеличу. Вон. Когда, какого числа, какие переводы делались. То есть целая диаграмма, все расписано. Дальше вот здесь, обратите внимание, собственно, вот здесь расписано, на что шли как раз платы. Ну, например, значит, тут перечисление каких-то сумм за недвижимость. Да. Короче, разные. Ну, вот, например, Хордон Insurance Agency. 14 тысяч долларов. Какая-то страховая компания. Ну, короче, разные суммы. Да. Ну, например, там Landscape Architects. Это какая-то... Это какая-то компания, которая занимается благоустройством. Ландшафтным дизайном, по всей видимости. Да. Пожалуйста. То есть, видимо, что-то они там в домах улучшали. Короче, ребята, вот все, все зафиксировано. Вот даже, обратите внимание, вот, пожалуйста, 144 тысячи долларов компанию Bramon Motor Cars. Видимо, где он машины покупал, да. И вон даже ювелирный магазин Buchwald Jewellers. 73 тысячи 500 долларов в семнадцатом году и 59 тысяч долларов там в восемнадцатом году. Все. Все. А, вот, кстати, яхта. Да. Тут какой-то за что-то... Какой-то платеж там 1690 долларов какая-то Marina Association. Это, наверное, как раз ассоциация владельцев яхт. И вот, собственно, какая-то компания Galilee Yacht Sale. 130 тысяч долларов. То есть, возможно, какая-то плата за яхту или катер. И вот еще какая-то компания Nautica Florida LLC. Миллион 127 тысяч долларов. Возможно, это как раз вот яхта, которую он себе купил. Я это к чему, ребят, говорю. То есть, вот он юрист. Понятное дело, неглупый человек, да. И вот он этим всем занимался. И, как я уже сказал, наверняка думал, о, какой я классный прошаренный перец. Как я грамотно все обставил. О, там, заработал свои 50 лямов к 50 годам. А сейчас, извините, как мы и читали, сейчас ему светят 50 лет тюрьмы. То есть, все вот это имущество, которое он там себе напокупал, оно будет распродано. Никаких тебе яхт, никаких тебе парше. То есть, вместо всего этого добра, вместо твоих, там, особняков с видом на море, будешь наслаждаться видом тюремной камеры и соседа. Да, вот, обратите внимание, еще одна диаграмма. Вот здесь даже написано, период с июня 2016 по июнь 2017. Откуда, куда, какие суммы транзакции происходили. Вот просто все зафиксировано, ребята. Как поговорка гласит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. А, извините, для ФБР, для их финансовой аналитики, это все абсолютно прозрачно. Все могут отследить. Вот если бы Марк Скотт, я не знаю, транзакции в рублях делал, там, или в юанях, наверное, им было бы сложнее уже это все отслеживать. А поскольку это все в родном американском долларе, я слышал, что любая транзакция, если она происходит в американских долларах, то как раз господа американцы могут это абсолютно все отследить. И тогда встает вопрос, а господин Марк Скотт, он на что надеялся? Наверное, понадеялся на русский авось. Так, вот здесь еще одна диаграмма. Опять же, все детально, подробно расписано. Еще диаграмма с транзакциями. Крутим дальше. Вот еще диаграмма. Короче, документ просто подробнейший, детальнейший и так далее. Здесь, например, даже видно переписка с Ириной Дилкинской. Вот, Марк Скотт, дата 20 октября 2016 года. Марк Скотт пишет там, привет Ирина, вот отправка 5 миллионов, я так понимаю, 5 миллионов евро. Значит, и так далее. Пожалуйста, вот, решали вопросы. Крутили, вертели, да, занимались делами и считали, что все круто, жизнь удалась. Какие мы прошарены, ребята, во! А тут даже, пожалуйста, переписка, сверхсекретная переписка, ребята, с Ружей Игнатовой, с Марком Скоттом. Смотрите, Марк Скотт пишет, Ружей Игнатовой. Вот ее имейл, Ружа, Ван Коин, ИУ, и еще какой-то Карл Хорсбург. Вот. И тут что-то они обсуждают. Вот. А Ружа Игнатова, что интересно, она пишет, джентльмены, пожалуйста, не посылайте мне такие письма. Лучше мы обсудим это по телефону. Значит, потому что в ходе расследований, и Константин Игнатов об этом говорил, что Ружа очень, очень тщательно и скрупулезно относилась именно к безопасности. То есть она использовала там какую-то защищенную связь. И, соответственно, ей, видимо, не понравилось, что ей вот так вот по почте посылают какие-то важные там сообщения, которые легко перехватить. И вот, ребята, опять же, к тем, кто продолжает верить, что я читал такие комментарии. А, так это Марк Скотт виноват. А что, сама компания Ванкойн и Ружа Игнатова, они ни в чем не виноваты. Что, у нас реальная компания, реальная крипта. Ребят, ну так вопрос хочется задать. А если Ружа Игнатова создала полностью легальную компанию, реальную криптовалюту, а что она так боялась-то? Что ей так бояться, что она там, ну, наверное, вы скажете, ой, она боялась всякой недобросовестной конкуренции. Какие-нибудь там вороги украдут ее гениальную идею там и создадут какой-нибудь аналог. Да, ребята, загляните на CoinMarketCap. Криптовалют сейчас там уже больше пяти тысяч, да? То есть, что нового? Это, может быть, там пять лет назад идея OneCoin была еще какой-то новой. Ну, пять лет прошло. Вот. Короче, мораль, опять же, простая. То есть, если у Ружи было все честно и прозрачно, то что она так переживала о безопасности? Ну, ладно. Крутим дальше. Значит, смотрим еще тут приложение, еще слайды. Прямо тут идут чередой. Как грамотно, красиво все расписано. Какие суммы, какие счета. Вот все досконально. И мне вот интересно, какие мысли, какие мысли роились в голове Марка Скотта, который на судебном процессе наверняка все это демонстрировалось. Да, потому что часто, когда выступает прокурор, например, он просит показать приложение такое-то, такое-то и задает как раз вопросы там подсудимому, либо свидетелям. Вот. И, ну, представьте себе, вот Марк Скотт смотрит, где вот это все абсолютно прозрачно. Причем в присутствии, присутствии присяжных заседателей, да, вот это все расписано, какие суммы на какие счета уходили. То есть они там с ружей думали, что мы вот очень умные, мы прошаренные, мы грамотные, мы тут сейчас сделаем шито-крыто, распилим там 400 миллионов и никто этого не заметит. Ну, получается так. А тут, в ходе судебного процесса, это демонстрируется, можно сказать, на широкую публику. И вдобавок, видите, это уже даже опубликовано. И на основании этого документа я вам вот это видео сейчас записываю. Пожалуйста, вот один из домов Марка Скотта. Куплен 24 октября 2016 года. Цена 2 миллиона 850 тысяч долларов. Ну, почти 3 миллиона. Ну, нормальный такой домик, да, приятненький. Как там написано, где-то на побережье, ну, по всей видимости, море недалеко. Так, тут за полтора миллиона. Вот, полтора миллиона 14 января 2015 года. Ну, кстати, это, скорее всего, видимо, было еще до знакомства с ружей он покупал, потому что это уже, наверное, на ранее заработанные деньги. Так, ну, кстати, он выплатил за это миллион уже. То есть это было и в ипотеку, да, и он успел вот к 16 октября выплатить миллион за это дело. Но, ребята, то, что это покупалось до знакомства с ружей, это ничего не значит, потому что сейчас с него вытрясут все. Ты должен, правительство США 400 лямов, ну и все, вот будешь отдавать все, что у тебя есть, мы с тебя стрясем. Вот она, американская система. Так, как говорится, за шквар попался. Вот какие-нибудь грамотные, ребят, помните этот фильм-то, да, «Поймай меня, если сможешь», где там как раз за этим мошенником бегали ФБРовцы. Так, вот еще покупочка, ну, вот прям практически на берегу, приятный домик, почти 4 миллиона, да, 3 миллиона 765 тысяч. Вот такой вот красивый домик. Так, и вот еще один. 13 ноября 2017 года. 13 ноября 2017 года еще. А вот машинки пошли, вот красный Порш. Да, вот он. Ну, нормально, смотрите, 119 тысяч там с половиной долларов. А вот белый Порш, 332 тысячи долларов. Дальше едем. Еще один, значит, 218 тысяч долларов белый Порш. Ну, любил он машинки, любил. Ну, а это вообще 617 тысяч долларов. Вот господа инвесторы, которые вложились там в OneCoin когда-то, да, и все думают, где же наши деньги? Так вот, и это только часть денег, ребята. Марк Скотт, извините, он оставил себе 50 лямов, но отмывал-то он 400. Вот и прикидывайте, куда ушли остальные 350 миллионов, да. А вот она, яхта. Кстати, да, вот как раз за эту яхту и было отдано 1 миллион 310 тысяч долларов. Ну, такая серьезная яхта. Вот, тут что-то еще диаграмма, сейчас я посмотрю. Ну, это вот опять транзакции между разными организациями с мая 2016 по июль 2018. А вот на этой диаграмме, на этой схеме прямо очень красиво они все расписали, ребята. Смотрите, прямо цветными стрелочками. Куда, какие транзакции? И все миллионы. Ну, давайте возьмем там на вскидку. Вот, из Сингапура транзакции. Это куда? Это на Каймановые острова. Каймановые острова 164 миллиона, 95 миллионов, 30 миллионов. Там что еще? Сейчас посмотрю какие-нибудь крупные транзакции. Ну, вот, например, Ирландия. Из Ирландии в Арабские Эмираты 185 миллионов. Короче, из Ирландии в Болгарию 55 миллионов. Ну, короче, вот сами видите. Все досконально, детально расписано. Так, тут какой-то еще идет список. А, это список приложений конкретно расписано. Ну, доскональнейший, подробнейший, ребята, документ. Все. Если ты попал в ручки американской Фемиды, только держись. Только держись. Ну, на кону, как говорится, сумма существенная, как-никак. Поэтому и взялись по-серьезному. Вот, собственно, последняя страница документа, 165-я. Скачать сам документ и посмотреть эти диаграммы можете по ссылке в описании к данному видео. Ну, вот так вот. Вместо 50 миллионов теперь ему светят 50 лет тюрьмы. Бернард Мейдов, к примеру, создатель другой крупнейшей финансовой пирамиды в истории США, получил 150 лет тюрьмы, которые отбывает в данный момент. А учитывая, что ему уже 82 года, ну, как говорится, похоже, что там, в тюрьме он проведет остаток своих дней. Вместо роскошной жизни, как говорится, вот, проводит время в тюремной камере. Судя по тому, что я прочитал, вынесение приговора по делу Марку Скотту должно состояться 9 октября, то есть через месяц. Ну, как говорится, будет интересно посмотреть, чем дело закончится. Ну, а вы можете писать в комментариях свои мысли и соображения по данному поводу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.